Приветствую, друзья мои! С вами на связи вновь Александр. Вчера вечером мы с вами разбирали упражнение, которое было направлено на развитие игры большим пальцем правой руки по струнам гитары. А именно, не только по басовым, как мы привыкли в большинстве случаев, но и по третьей, по второй струне. Это очень важно для того, чтобы быстро ориентироваться в межструнном расстоянии. Сегодня мы с вами возьмем аналогичные упражнения, в котором также будет задействован большой палец правой руки. Однако здесь мы с вами будем тренировать лучшие ощущения и лучшую ориентацию остальных пальцев правой руки по струнам гитары, а именно пальцев I, M, A. Для того, чтобы сыграть это упражнение, рекомендую в левой руке зажать какой-либо аккорд. Возьмем с вами аккорд I, M, Mi минор, и забудем про левую руку, для того, чтобы область нашего внимания была целиком и полностью сконцентрирована на правой руке. Давайте один раз я исполню это несложное упражнение, но очень полезное. И потом расскажу, каким образом вы его сможете практиковать. Не знаю, насколько хватают басы, но надеюсь, что понятно будет по аппликатуре, за каким пальцем нужно щипать и какую за какой струной защипывать. Значит, мы начинаем, смотрите, с большого пальца защипываем шестую струну, потом указательным пальцем играем по пятой струне. Снова шестая, четвертая струна пальцем I, шестая третья струна, шестая вторая, шестая первая и обратно в таком же порядке. Для того, чтобы ускорить смену пальцев, я рекомендую играть полностью это упражнение приемом тиранда, то есть не задерживая пальцы на соседних струнах, а вот в сторону как бы их отщипывая. Значит, если мы в прошлом с вами упражнении учились ориентироваться большим пальцем, видите, да, он прыгает по всем струнам, а указательный палец защипывает только первую струну. Здесь у нас упражнение как бы перевернуто зеркально в обратном направлении. Мы большой палец оставляем на шестой струне, а указательный палец, в отличие от предыдущего упражнения, прыгает по всем оставшимся струнам. После того, как вы позанимались и поиграли указательным пальцем, можно применить следующую связку. Играть большим и средним пальцем P, M. Большой палец, разумеется, остается на шестой струне, а пальцем M мы проходимся по всем оставшимся струнам. После того, как поиграли этот вариант упражнения, переходим к заключительному варианту упражнения и играем связку P, A. То есть пальцы большой и безымянны. Вот. И когда вы будете заниматься, рекомендую первый вариант этого упражнения поиграть, акцентируя первую ноточку пальцем P. То есть вот как мы сейчас с вами играли, P, потом и P, и P, и, то есть как бы акцент мы больше... Направляем атаку на большой палец. А второй вариант рекомендую играть, защипывая ярче указательный палец. И как раз с этого пальца и можно начать. Чтобы басовая струна, она как бы была второй. Вот то же самое и относится к среднему пальцу, и, разумеется, то же самое к указательному. Я надеюсь, цикады не грушат мой голос и игру на гитаре. Что-то они с утра сегодня такие активные. Хорошо. На этом это упражнение мы с вами заканчиваем. Вот. Закончили разговор, цикады перестали чирикать. Желаю вам всего самого наилучшего. Занимайтесь. Если это упражнение показалось вам полезным, обязательно ставьте лайк этому упражнению, этому видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно делитесь данным уроком в социальных сетях со своими друзьями. Не откладывая в долгий ящик, прямо сейчас рекомендую взять инструмент и поиграть в это упражнение. Вы убедитесь, насколько оно полезное. И как лучше вы начнете ориентироваться остальными пальцами, кроме большого пальца. На большой пальцем у нас предыдущее упражнение было направлено по остальным струнам гитары. Хорошо. Всего доброго. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока.